Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Разность и общность. Известный хадис, Пророк, алейхи салату ассалам сказал . Посланник Божий сказал, что верующий для верующего как стена. Один укрепляет другого. И при этом Посланник Божий соединил вот так руки, то есть пальцы между собой, указывая на вот эту крепкость укрепления друг друга. Но здесь, если буду сейчас комментарии все читать, долго растянется. Известный смысл в том, что каждый является отдельно взятой единицей, как кирпичик. И вот из этих кирпичиков постепенно-постепенно выстраивается стена, здание и так далее. Конечно же, здесь говорится о том, что один должен помочь другому укрепить, поддержать, добрым словом, посодействовать, навестить, когда тот болеет. То есть та или иная форма поддержки – моральная, психологическая, физическая, материальная. Тем более, когда вы человека знаете. И в случае радости, и в случае каких-то горестей. То есть быть рядом, поддержать, воодушевить, вдохновить. И вот как раз такие здоровые человеческие взаимоотношения между верующими людьми в итоге дают такой эффект, как стена. Как стена, определенная общность, взаимопомощь, созидательная взаимопомощь. И это очень хорошо. Здесь говорится о том, что в том числе и на уровне государств должна быть взаимопомощь. Арабские государства, мусульманские государства. У нас даже на уровне родственники, близкие где-то, люди в одной мечети. У нас вторая фетва была на совете улемов. Просто один из имамов, видно, у них вообще нет. В любой мечети такое бывает, периодически. Даже если смотреть на нашу мечеть за 25 лет, такое периодически появлялось, потом пропадало. Там фетва о том, можно ли читать вторым джамаатом. Имам провел намаз, можно ли также встать и читать второму джамаату, можно или нет. На этот счет очень интересное мнение ученых. То есть одновременно нельзя, да, это понятно. Но там как раз о том, что есть определенные группы мусульман, обычно это молодежь. Через год-два они пропадают, куда-то деваются, там каждый по-своему разбредается по жизни. А где-то их объединяет именно против чего-то. То есть, к сожалению, когда объединяется против чего-то, объединение получается такое, как против чего-то. И здесь против имама. Имам такой-сякой третий, заблудший. Вот мы такие мусульмане, сейчас будем отдельно читать. В этом контексте фетва очень интересная, там очень много аргументов подняты. Но мы ее отправили на доработку, потому что, если категорично сказать, есть мнение, что в мечети один джамаат, причем такие серьезные мнения, они косвенно обоснованы хадисами. О том, что если один джамаат прошел, то больше на этот джамамаз джамаатов в мечети не делать. Каждый заходит, отдельно читает. Но там как раз на совете, почему мы отправили эту фетву на доработку. Потому что, с учетом всех реалий, идти путем вот этого мнения нельзя. Оно, наоборот, вызовет смуту, вызовет недовольство, вызовет раскол и так далее. Ну и какой-нибудь такой полицейский подход. Неправильно, я считаю. То есть в нашей мечети за 25 лет самые разные люди, ситуации, группы появлялись. И здесь ваше содействие, моя какая-то проповедь. Когда порой у нас одна группировка появилась, я там очень жестко провел хутбу. Я вообще кричал на хутбе. Они потом собрались в субботу целой большой толпой ко мне пришли туда-сюда. Ну а что, мне, как бы, Всевышний милует. Я спокойно ко всему отношусь. То есть нереально просто, я не знаю, запугать, упрекнуть. Ну, упрекнуть в смысле запугать. Нереально. Просто я спокойно, то есть моя задача, чтобы этих вещей не было. То есть, как имам, я жестко по каким-то пунктам прошелся. Но все потом их не стало. Вот, поэтому в мечеть приходит любой. Это важно, это всегда у нас было. Саляфиты, ханафиты, шафиты, ханбалиты, начинающие, не начинающие, шииты, периодически там камушки у нас появлялись. Вот человек там, то есть, кто-то на лоб камушек, кому-то нужно на все точки соприкосновения с землей, ну там же как бы, чтобы вот земля была, поэтому там, получается, нужно на две руки тоже два камушка, на два колена два камушка, на две ступни тоже еще два камушка. Вот. Ну, это там свои нюансы. Или там один человек однажды подошел ко мне и говорит – вот, туда-сюда, людям объясните там, они должны ступню вот так ставить. То есть, что не пальцы ног должны касаться земли, а пальцы ног должны вот так изогнуться, и вы основанием пальцев ног должны до земли, иначе намаз недействителен. Я говорю – вы вообще понимаете, что говорите? Вы как бы, я не знаю, вы вчера, что ли, намаз начали читать? Это вообще нереально, нереально, физически нереально. Вы поняли, да, я о чем? То есть, то, что ступня должна быть опущена на землю, обе – вот, пальцы – тык. – Субхан Роббель Аля. – Хотя бы на один раз. – Все отлично. – Вот так они висеть не могут. Я почему вспомнил, то есть, ну, вот, такую печать ставят шииты, тогда надо будет получиться на все соприкосновения с землей. Или, там, трактовку, что надо на земле, ну, все, пошли все на землю, на траву, там, расчистим снег, на камни даже нельзя, надо на земле, и даже коврик стелить нельзя, надо на земле. Ну, не надо перебарщивать, все как-то, ну, нет такого в исламе. То есть, я к тому, что в мечеть приходят самые разные. Единственный случай, когда, помню, да, может, грубо это выглядело, один из прихожан говорит – Шамиль, давай я его выкину отсюда. Что-то я не сказал – нет, то есть, он его выкинул. Но тот товарищ интересный, он пришел вот здесь в зале и говорил, что он Бог, что ему там это снится, то снится, там все, я там Бог вот так, там у него что-то там написано, там еще что-то, я вот так, вот так, там, я тут сейчас вас всех научу. Я говорю – ну, хорошо, то есть, ну, тут не психбольницы просто, то есть, ну, что я могу поделать, я не психотерапевт, у меня вообще такого, не психиатр, у меня нет такого образования. Ну, вот, поэтому там один не удержался, говорит – давай все, давай я отсюда. По-моему, просто выволакивал его, тот не хотел идти. Вот, поэтому мечеть, она для всех открыта, но при этом здесь все. И, то есть, один другого уважает. Ну, не нравится мне, что там этот человек там ногу как-то ставит. Ну, да, я иногда там отодвину чуть-чуть, ну, чуть еще отодвину. Он прямо вот где-то ищет ногой там, где-то, пяткой тоже, Я чуть отодвину. Я не брезгую, нет. В Каире там омовение берешь, там далеко не самые чистые места. Босиком ходишь. Каких-то там вещей не бывает. Там чего только не бывает. Ты все вот одни и те же резиновые тапки какие-то общие одеваешь там. На улице там бомжи, мамжи, кого только нет, все тоже заходят в мечеть, там эти тапки одевают, омовение берут. Я не брезглив. Нет. А нам для Всевышнего Милова. Но, то есть, ну, ты намаз читаешь, тебя кто-то касается твоей ноги упорно. Твое внимание туда уходит. Ну, куда деваться? Ну, ты намаз читаешь, тебя кто-то… Слышь, ну, а тут у тебя ногой еще интереснее. Да поставь ты ноги свои на одном месте и как хочешь, и все, и вот туда-сюда не дергай, да. Поэтому это у новичков такое бывает. Или новичок смотрит там, как, туда-сюда, там и намаз читай, успокойся ты, смотри на точку. Или сейчас уже так не дергают, да, раньше прямо как дергали пальцем. До сих пор. Сейчас, по-моему, не дергают. Я не видел. Раньше намаз читаешь. Ну, я в рядах тоже читаю. Намаз читаешь. Так человек дергает прямо через несколько человек видишь в боковом зрении. Он прямо… Некоторые вот так крутили. Я говорю, ну, чего там, там дубина такая. Как раскручу сейчас там. Дьявола там по башке дам. Ну, это весь ряд на этот палец смотрит. Боковым зрением. И опять же, опять же, нужно спокойно к этому относиться. Спокойно. Все спокойствие. Все нормально. Разные люди. Но ничего страшного. Да, поэтому все очень интересно. И мечеть, она для всех. Но, если кто-то начинает права здесь качать, то это точно уже не для него. То есть здесь уже его приходится на место ставить. Не надо здесь права качать. Она для всех. Здесь не должно быть именно вот так или именно под тебя вот так. Нет. Здесь все друг друга уважают. Нравится им это или не нравится, неважно. То есть верующий человек для верующих, да. Это то, что укрепляет, помогает, содействует. И вообще люди, и вообще общество, и любая страна. Но здесь, когда говорится про страны, конечно, я вспоминаю сегодняшние разные военные конфликты между разными странами. Персидский залив, это там разные страны арабского мира и не только. Среди мусульманских разных кланов, разных правящих кругов, там, к сожалению, вообще конкретно вплоть до военных конфликтов, какой там общность, взаимоуважение, нет. Ну и если вы бываете в разных странах арабского мира, то реально просто одни смотрят на других чуть по-разному. На некоторых арабов смотрят совсем по-разному. То есть вообще, как низший какой-то сорт. То есть есть арабы, которые смотрят, то есть они будут ма-шалла, иншалла говорить. Ну, например, там, саудист, когда пересекается с сирийцем, с миссирийцем, египтянином, то есть очень часто египтяне оказывается, как будто, ну, там, что-то там, ну, какой-то пятый сорт. Но это неправильно. То есть, по сути дела, мы, как бы, одинаковы. Как люди, как творения Божьи, ну, у кого-то сейчас хорошо, у кого-то вчера было хорошо, у кого-то завтра будет хорошо. Какая разница? Но привилегированности с учетом, там, твоего рождения, об этом, ну, постоянно, здесь тоже об этом говорится. То есть, набожность и твои благие дела, вот что тебе дает какое-то, ну, особость, да и то пред Всевышним, то есть ты не имеешь права этим гордиться там или кичиться. А какого ты рода или там чего-то, это вообще неважно. В какой стране ты родился. Поэтому, вот, как раз этот хадис об общности верующих, так, что они должны, ну, хотя бы не вредить друг другу. Одно уж может даже не помогать, но хотя бы не вредить. И об этом у меня лучше не спрашивать, так как я постоянно в религиозной среде. Не вредить даже там, это сложно, это добиться этого. Чтобы каждый просто хотя бы своим делом занимался. Над этим хадисом нам работать и работать с точки зрения практики. Верующий для верующего, как стена, то есть, как вот эти лябины, то есть, определенные такие кирпичики укрепляют, укрепляют друг друга. Все. К этому надо стремиться. Отлично. По крайней мере, друг другу не вредить. Альхамдулли. Очень хорошо. Помогать, ну, по мере возможности, хотя бы, добрым словом, улыбкой, приветливым отношением, обращением. Это целый процесс, на самом деле, это большая работа. Еще даже, когда я студентом был, то же самое. Просто такое внутреннее воспитание. То есть, ты знаешь разных мусульман, ты знаешь разные группировки, ты знаешь разные идеологические группы, которые, в том числе, тебя считают кафером, там, еще когда мы студентами были, не знаю, 95-й год. Ты все это знаешь, но твоя задача та, вот, аль-му'мину лиль-му'мине кабунян яшудду ба'адахум ба'ада, вот это. То есть, верующие должны быть, ну, и много то, что приветливыми, да, укрепляют, помогают друг другу. Ты, ну, тебе приходится, ты знаешь, что люди тебя не видят. Люди тебя считают кафером. И у тебя бороды нет, они тебя там тоже считают, что ты какой-то там, какой-то, как это, ну, то есть, определенное, есть меньшинство там определенное. Вот ты бороду сбрил, у тебя вот ты к таким меньшинствам начинаешь относиться. Ну, это я уже говорил, я говорю, как можно в мужчине видеть женщину? Я говорю, что за бред какой-то? Нет, ты же бороду сбрил, там, ты теперь похож на женщину. Я говорю, как похож мужчина может быть на женщину, не понимаю. Может, у тебя с психикой что-то не так? Ну, то есть, у тебя какие-то там отклонения в этом плане. Поэтому, то есть, мусульмане все самые разные. Какая мне разница, чего там, как, какая борода, нет, есть, дергает он пальцем, не дергает, и это постоянная работа с самими собой. Потому что, да, люди разные, да, отношения могут быть, да, чувства. Но, читая аяты и хадисы, мы должны стараться находить общее. Общаясь между собой, общее. Вместе намаз читаем, вместе урожду держим, таравихи, общее, в этом, в этом, в этом, в этом. Ну, а то, что мы в чем-то разные, ну, а что, мы же люди, это нормально. Разные мнения, разные взгляды, всегда это было. Но это не должно нас превращать в врагов или ненавистников. Да, конечно, когда хадисы я говорю, я начинаю проводить параллели. Перевожу много нюансов, хадисы, потому что они в жизни должны быть, а не просто процитировал и прошел дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова